I have ways of blowing things up. Да, со звуком, как обычно, у нас настройки происходят первую серию, так что не удивляйтесь, поехали начнем играть. И в этой игре я вам тоже скажу, что как только я переключил на русский шрифт, он стал выглядеть отвратительно буквально. Я не знаю, что это за беда. Так, ох ты, ё, тут можно скрафтить своего персонажа. Секунду. Ну что ж, примерно вот такой вот у нас чувачок получился. Тут бород, короче, полный рот, как говорится. Достаточно хорошая кастомизация, мне понравилось. Также, возможно, изменить цвет кожи. Как видите, рандомайзер у нас полный получается, можно изменить на женского персонажа. И тоже порандомизировать немножечко. Но, все-таки, я думаю, что остановимся с нашим предыдущим персонажем. Разве что я немножечко поменяю ему цвет одежды, цвет волос и всякого остального. Но персонажем остальное от этого, который изначально и выбрали. Больше рандомазить я не буду. Думаю, принимаем как есть. Синий, черный. Волосы, кстати, темнее можно сделать? Может и волосы? Давайте волосы тоже синить. Ууу, вот это будет прям тема. И ботинки посинее, да? Немножечко. О, вот так. Давайте тогда уже и глаза делать ему синее. Во! Ладно, поехали. Принять. Каких-то там, я не знаю сколько, минут 10 и мы настроили персонажа. Добро пожаловать в Traveler's Rest. Игра находится в раннем доступе. Спасибо, это я знаю. Это значит, что игра все еще разрывается. Если вам понравится, спасибо. Пробел, чтобы продолжить. Пробеляем. Чтобы двигаться, зажмите, чтобы бежать, нажмите B, чтобы выйти или режим декорирования. Я вынимал кроссинг? Ну-ка, давайте смотреть. B. Вы можете размещать предмет, чтобы выбрать, перенесите курсор, нажмите или И. Попробуйте выбрать стол, нажмите пробел, чтобы продолжить. Перенесите, чтобы... Угу, угу. Бакью взять. Я думаю, я пока что... Нужно место, где можно посидеть. Поставьте скамейки и штаны, чтобы повернуты. Я понял. Значит, мне нужно все равно передекорировать все это. Да уйди, пожалуйста. Значит, мне нужно вот так. И вот так. Также будут ожидать, что их стол будет хорошо освещен по вечерам. Попробуйте поставить свечу на стол. Угу. Свечи расходуются в чеченских дней, поэтому в будущем придется их заменить. Понять. Заменить из режима декорирования. Я могу бить метлой. Подойдите к книге на баре. Нажмите И, чтобы открыть склад. Я понял. Ай, извиняюсь. Храни продукты в данном месте. Добавят их на склад вашего бара. Если в вашем баре нет запаса, то вы будете продавать кашицу. Кашица дает лишь небольшое количество денег и репутации. Нажмите. Хорошо, хоть не отнимайте на том. Спасибо. По типу. Но у меня ничего нет. Нажмите на Оль, чтобы открыть таверну и подать кашицу. Не забудьте. Ноль или О? А, О, наверное, как Open, да? ОСП задание. Нажмите Х. Пробел. Итак, первые посетители. Обслужить шесть посетителей. Награда стуль... Это стол. Стол. Две табуреточки, три свечечки. Я рад и счастлив. Так, задание. Хранение. Ты у нас кто? Таверна наша. А, это наша статистика общая. Доступна на репутации таверны. Хм. Ясно. Это пока что нам недоступно будет. Хорошо. Моя ваша, понимать. А где мне их взять, этих посетителей? О-о-о, давай-давай-давай, садись. А как мне вам ее подать? Обслужить. Обслужить, обслужить. У меня потом будет обслуживающий персонал, я надеюсь. Они пришли сюда за кашей, серьезно? Пошел, сел такой. Так, хорошо. Принять. Получаем тавер, чтобы наслезать новые предметы. Объекты закрыть таверн, нажав после этого. Ну, они сейчас доедят. Я могу просто их всех... Если вы сможете таверн сразу же, но вы потеряете репутацию. Мне стоит, подожди, пока заседите, мы сами покинем. То есть я просто один раз закрываю и жду, пока они все дойдят. На сегодняшний день несет нас далекие края. Не сомневаюсь в этом. Нажмите H. Подайте 8 тарелок каши. Так, я уже 6 подал. Ладно, ребят, вы там пока жрите. Я не могу декорировать, наверное, пока... Поставьте стул, используемые предметы, выйдите в режиме декорирования. Колесо мыши. Я могу это все просто мышью выбирать, ребят, вы че? Так. Я понимаю, я хочу другое выбрать. Я хочу... Так, стой. Поставь сюда. А почему можно только с этой стороны? Наверное, обслуживательных посетителей. Ну, это типа будет на 8 посетителей. Мне, в связи с вами, все равно все это переставлять придется. Я пока не пойму, почему оно так. Так, хорошо. Свечки у меня пока еще есть. Это уже начало подплавляться, я вижу. Оно заканчивается. Подайте 8 тарелок каши. Давайте открываемся. У меня есть хпшка. А, это комфорт. Я думал, у меня есть хпшка. Выходим из декорирования, кстати, да. Неплохо было бы. Держи. Хавэм. Я серьезно надеюсь, я потом смогу нанять официанта. Потому что что-то... Ну, как любой мелкий бизнес, изначально ты, конечно, начинаешь там работать сам. Тут ничего не поделаешь. Я получил кашу. Еда просто и сытная. Вода. Без вкуса, цвета и запаха. Пока не появился! Ладно, кто это знает, знает. Поехали дальше. Теперь вы можете подавать кашу. И вот, нажмите. И рядом с книгой. Добавьте кашу в вашу аминталь. Нажмите пробел. И в смысле могу... Могу, могу. Да, могу всю... А вода? Мой инвентарь... О, да что такое? Мой инвентарь, я так понимаю, сверху. Хорошо. Гость могут также отказать напитки. Напитки, подаваемые в таверне, хранятся в дозаторе для напитков. Ты, блин, логичный. Краны могут быть заполнены только газированными напитками. Например, пивом в... А бочкам может хранить любые напитки. Если у вас больше нет, напитка в гости будут просто просить у вас воду, чтобы ее подать вам. Вода должна храниться в одном из ваших дозаторов для напитков. Подвиг бочонку, наверное. Нажмите Q. Стол стал грязным. Нажмите, удерживайте рядом со столом, чтобы протереть. Понял. Так, у нас там 30 поинтов. Записал стакан воды. Теперь добавим напиток в ваш трей. Да-да-да. Можете увидеть. Панель действия. Можете вернуть с вашего подноса. Нажмите кнопку. Угу. 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 Хорошо. Столик для напитков в своем ресторане для пары, когда клиент заказал со своего стола появление индикатора, который покажет полную информацию, если подойдет ближе к нему. Помимо просмотра текущих заказов, также можете оставить и брать напитки со столького для напитков. Вы очень уважаете, но когда в таверне работает несколько человек, в пути будут ваши друзей или работники. А, R? Погоди. Нет, это отмена. Мне надо разносить воду. Ну, хорошо. Ну, обслужить. Я нажимаю, если что. Подать воду 5. Подать 5 тарелок каши. Ну, за кашу сейчас будут приходить. Да, они хотят кашу. Так, а ты что? Чистота. Понятно. Ну, ко мне смотрите, какие грязные люди приходят. Там просто стакан воды надо. Подаю воду из бочки, серьезно? Так, ты тоже воду хочешь? Награда топор. Получили медный топор. Закройте таверну и выйдите на улицу, срубите деревья, чтобы выполнить задание, освоить новые технологии. Это круто. Это круто. Мне пока нравится. Но только я бы еще хотел 5 тарелок с кашей. Так, этим только воду надо. Вы жрать не собираетесь? Хотя, знаете, они за воду деньги платят, между прочим. Так, стол надо вычистить. Вон, чувак, кашу хочет. Я бы хотел еще 2 каши подать, чтобы у меня этот квест засчитался. Я пока не до конца понял эту механику с водой, надо будет еще разобраться потихонечку. Закажите кашу, ребят. Вкусно. Они тоже просто пить хотят. Еще жарко сегодня на улице? Кто-нибудь знает хорошо сапожника, но не знаю. 5 человек пьют воду. Запачкали стол? Красавчики. 12.45 О, этот еще похавать захотел. Хорошо. Еще одна каша нужна. Награда что? Старый коврик. Перед мной грязный и потрепанный. Я вас понял. Так. Какой-то посетитель испачкал пол. Помойте пол швабру и нажав F рядом с пятном. Та блин, тебе каша? Кто-то блеван. Так. Убрать. Наконец-то, на тебе стакан воды. Я с ним ношусь, пока блевотину вытирал. Знаете что, давайте мы будем потихонечку закрываться. Так, тебе кашу. На. Ешь. Столы грязные. Коврик нужно будет положить на входе, наверное. Ну ладно, сейчас посмотрим. Давайте, доедайте, валите отсюда нафиг. Насвинячили. Не, мне явно нужен персонал. Я не хочу это все делать один. Так, закрыто, поехали. Срубить пять деревьев. F. Тупый респект. Древесина собирается автоматически, да? Ну, поехали. Нормально так, да? Когда ты идешь и просто выходишь на улицу и рубишь деревья у себя во дворе. Ну, пока что это все похоже на анимал-коростниках. Немножко посложнее, но все же. Так, мне дали косу и лесопилка. Обрабатывает на ней дерево. Подождите, я точно таверну открываю, а не икею? Попробую доступ к первой рабочей области лесопилки. Постройте ее снаружи таверны, используя режим декорирования. Выберите медную косу и нажмите F, чтобы убрать траву. Помните, вы не сможете использовать косу, если режим декорирования активен. После строительства лесопилки выйдет из режима декорирования. Та-та-та-та, чтобы открыть ней. Так, 6. А я это тоже собираю. Где же мне лесопилку-то строить? Я не знаю, насколько она мне далеко понадобится. Место-то под ней я сейчас расчищу. Такая природа, что я прям сильно портить не хочется. Так, пилка лесу. Ну давай, B. А, вот сколько под ней места надо. Ну, видимо, давай сюда. Открыть. Кажется, устройство есть спицк-рецептор. Не показывать требуемые ингредиенты, топливо и время. Кликните на название рецепта, чтобы пункт к созданию я понял. Мне нужно время для приготовления. Как только полоса таймера заполнит, подойти ближе. Стройство есть спиц, чтобы собрать пункт. Хорошо. Делается? Делается. Двадцать деревянных. Я понял. Двадцать. Все, поехали. Время у нас продолжает идти? Продолжает. Деревянный стол. Сделайте двадцать деревянных досок. Деревянные доски. Склад досок, склад троф. Я понял. Пятнадцать. Сейчас будет последнее двадцать. Оу, я скоро первый уровень получу. Кирку мне дали. Понятно. Киркой мы будем сейчас фигачить камни. Я не могу на эти места наступать. Ну, кида были. А, медный. Ух ты, я. Железная руда. А, это не исчезает. Оно, типа, не исчезает. Камушки, камушки. А, я могу бегать. Точно, я забыл об этом. Понеслись отсюда. О, а ты кто? Это уголь какой-то, скорее всего. Металлы. Так, у нас появится плавильня, наковальня, пень с топором. Вы получили плавильную печь и наковальню. Когда вы построите плавильную печь, будет создана новая рабочая область, в которой можете будет работать с металлами. Область должна находиться отдельно от остальных. Некоторые объекты можно разместить только в отдельной рабочей области. Наковальню можно разместить только в рабочей области плавильной печи. Фига себе. Да иди сюда уже. Тогда. Мне придётся это всё расфигачить. Маленькие деревья трогать, конечно же, не буду, но большие мне придётся поубирать. Это какие-то саженцы или что это? Росток дуба, да, круто. Вот, приходит человек и всё уничтожает. Вообще, когда говорили про таверну, я думал, что это будет что-то связанное с таверной, правильно? А он такой, ну, ты подал немножечко каши, воды, всё, короче, иди. Так, хорошо. Б. Можно только на зелёном? Да вы издеваетесь. Каждый раз из этого строительного режима выходить немножечко путает. Пять. Ага, окей. Значит, Б. Семь. Б. Нет. Шесть. Ох. Семь. Б. Её. Брасотное. Строим. 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 Зачем мне дрова? А, это только понял. Здесь можно. Ну, давай здесь. Здесь. Ах. Эм. Эм. С помощью плавильни, да? Эм. Ф. В. Подorusка. В, да. Я могу угля накидать туда. В. Троим. Троим. Достаточно топлива. Некоторые рецепты требуются топлива. Кликните на дрова в левой части меню создания предметов. Это удалит один предмет из вашей интерьеры и добавит 5 топлива в устройство. Где эта дрова в левой части меню создания предметов? Топлива. Ну. Давайте оттуда поймем. Вот. Вот. Почти все закину. О. Наконец-то можно выплавить. Это много дерева забирает. Фига себе. А там написано сколько ты хочешь топлива? А. Вон. 10 топлива. 35 топлива. 35 минут. 10. Так почему? У меня. У меня жара. А. У меня не хватает железа что ли? А что температура? Холодно становится. Железный слиток. Железные гвозди. Так. Мне нужны гвозди. Да. Создайте здесь железные гвозди с помощью. Оно само создается. Мне не надо этим заниматься. Супер. И эти сами. Все само делается. Отлично. Миночка. Вот тут. Тут холодно? Или нет? Температура падает со временем? Температура скорее всего она только тратится наверное. Я так понимаю. Блин. На самом деле прикольно. Мне нравится. Награда верстак. Что-то наверстать. Новое задание. Создайте маленький стол на верстаке. Верстак то я могу наверное внутри поставить. А я могу его только внутри конкретно. Ох ты ж. Ну давай. Открыть. Маленький стол. Дрова мы подобрали. Уголь кстати получается давал хорошую температуру. Но. Дрова тоже. Так. Сознать маленький стол. Ну маленький стол крафтится потихонечку. Значит здесь мы смотрим. Деревянные доски. Железные гвозди. Петли. Офигеть. Вот тут все списки того что надо. Это мне придется очень много пахать. Не хочу это все делать сам. Мне бы так чтобы это у кого-то покупать. Или чтобы это кто-то ходил и делал за меня. Петли. Железный лист. Гвозди. А кто же я. Так. Железный лист. Медный листок. 106. У нас жара осталось. Железная руда. Недостаточно ингредиентов. То есть мне не хватает просто руды. Как таковой. Хорошо. Стол у нас тут почти что докрафтился. Ну почти что половина сделана. А что за сундук? Здрасте. Это все мое? Это все что пошло мне в сундуке то чем я не воспользовался. Ммм. Это прикольно. Мне это нравится. Почему вот эти площадки каменные не убираются? Тут немножечко. Я бы хотел их убрать. Скоро полночь блин. Давай скорей. Маленькая скамья. Погодите. Маленький стол. Я не то сделал. Деревянные доски. Гвозди. Мне опять нужны гвозди. Мне опять нужно это. А как мне завершить день? Или никак? Ладно. Мне значит нужна опять руда. Поехали. Медная руда. Две штуки. Вот это должно быть железное. Уголь. 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 Супер. А что если оно истощится? Серьезно. Камень. Уже поздно. Подайте последние заказы, чтобы оставшиеся спустители успели. Я понимаю, что уже поздно, но я тут вообще-то добываю, если что. Медная руда. Медная руда. Я вот кучу всего медного смогу сделать. Мне нужно железо. Сейчас мне надо понять, как выглядит. Вот это железное. Выглядит как железное, кстати. Да, это железное. Синеватенькая такая. Иди сюда. И тебя тоже добуду. Хорошо. Я могу как-то спать? Ну, чтобы завершить день. Чтобы сохраниться там. Я не знаю. Я не могу никуда дальше пройти наверх. Ладно. Значит, вот. А, может потому что еще второго этажа нету. Чтобы открыть подвал. Подвал у меня закрыт. Спасибо, что вы увидите. На пол экрана мне опять это. Я пошел спать. Заправить кровать? В смысле? Я хочу спать лечь. Это ваша спальня. Спите в кровати, чтобы сохранить игру. Если вы засидитесь допоздна, то вы потеряете сознание. Я, собственно, это и хочу. Я спать хочу. Лечь спать? Да. Нельзя работать круглосуточно. От работы сами знаете, что бывает. Так. Сохраним прогресс. Отлично. Заправить кровать. Я думаю, что, ребятушки, на этом тогда закончим. Я хочу продолжать. Мне интересно. Тут куча всего. Мы наконец-то разобрались с железом. Со всяким вот этим вот. Давайте тогда будем на этом заканчивать. Будем делать небольшие серии. Но я думаю, что мы достаточно быстро вникнем в то, что здесь происходит. Пишите, что вы думаете про эту игру. И кто уже играл, кто не играл. Как вам? Что вам? Как по мне, очень приятная такая релаксирующая штучка. То есть приятная музыка, хорошая графика. И тут интересно и приятно находиться. В общем, да. Посмотрим, что будет дальше. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok